приветствую всех друзья это продолжение цокольной эпопеи о висящем угле в первой части я показывал проблемы которые здесь были допущены сейчас покажу коротко фрагменты из первой части и рушится полностью рушится цоколь посмотрите он постоянно влажных постоянно все это осыпается то я еще к нему даже не прикасался но вы видите состояние вот эта вся влага представляете зимой она идет посмотрите на этом дом стоит на этом стоит дом вы видите это я еще тут не перхнул тоже очень влажный угол весь хотя сики мне кажется вот здесь должен быть ну по-любому гидроизоляционный слой вот по-любому ну по-любому теперь когда вы увидели значит в продолжении я расскажу какие меры были предприняты для решения данного вопроса перед тем как будем отделывать стены имитации камня и так вот я вам покажу значит разрушенную часть после отбивки всего мы дали ей просохнуть после просыхания я смонтировал сетку ячейкой 50 на 25 миллиметров сварную оцинкованную сетку и закидал ее вот раствором в черновую раствор здесь сделан по формуле идеального раствора теперь что дальше перед укладкой тротуарки здесь было все убрано дали просыхание отмостки полная и после просыхания нанесли гидроизоляцию битумную вот вы видите она частично выступает но это было по моему заданию она должна была выступать ну хотя бы на сантиметр выше уровня самой тротуарной плитки вот вы видите да как это сделано не важно аккуратно или нет но важно чтобы это гидроизоляция была вот где она не домазана вот в этих местах мне нужно тщательно домазать и так для подстраховки и для того чтобы раствор сцепился хорошенько с битумом ну и в продолжение гидроизоляции я наношу гидроизоляцию обмазочного типа как я это делал по значит гидроизоляции я обязательно дам вам ссылку на производителя который пользуюсь лично я чисто для целей ознакомления чтобы почитали инструкцию почитали свойства назначения ну и понимали уже как она работает для чего она нужна вот она эластичная что мне очень нравится она удерживает растрескивание и так друзья значит обязательно подкладываем что-то на плитку чтобы ее не запачкать разводим гидроизоляцию по инструкции от производителя и увлажняем основание перед ее нанесением я наношу широкой кистью наша задача обязательно чтобы гидроизоляция была как продолжение битумной гидроизоляции чтобы исключить там где такая могла вичка у меня плохо подлазит я беру кисть потоньше и вот сюда ребята тротуарщики чуть-чуть промазали в некоторых местах и подняли выше уровня немножечко вот так надо туда подлезть в эту щель то есть чтобы песок на который уложена тротуарка при замыкании не передавал влагу на здание во внутрь а это влага здесь оставалось и потихонечку испарялась на улицу значит отмостка защищена гидроизоляции таким образом мы избавимся от капиллярного подсоса влаги сюда под декоративную штукатурку вот видите подсыхает ножка взбрыжу сильно заливать водой не нужно достаточно увлажнить сильно высоко я не поднимаю числе на высоту своего чернового слоя он получился достаточно гладкий поэтому я предусматривал что здесь будет гидроизоляция я здесь промажу и здесь я будет лучше как где мог ловиться подлазить плохо нужно взять источку и там хорошо промазать это самое важное место друзья самое важное стык битумной гидроизоляции и нашей гидроизоляции он должен быть качество прав качественно промазан ссылку на первую часть я конечно же оставлю в описании вы посмотрите какие были последствия и были разрушения в результате пренебрежения гидроизоляции кто-то это делает по незнанию это просто торопится но переделывать всегда проблематичней эту обмазочную гидроизоляцию можно наносить как и шпателем но для нанесения шпателем она разбавляется меньше количество воды а под кисть большее количество воды в данном случае это 5 литров на 20 килограммов насчет Вот такие несложные манипуляции. В принципе под силу каждому. К еще неоспоримым преимуществом этой гидроизоляции относится то, что она подходит под цементную штукатурку под приклеивание плитки. Она эластичная, она подходит для обработки бассейнов и любых резервуаров, как снаружи, так и внутри. Итак, друзья, вот таким образом проходим весь цоколь. Если используете эту гидроизоляцию, обязательно изучайте инструкцию, делайте все согласно инструкции. Это может быть любой производитель, но выбирайте брендовых, хорошо известных и высококачественных, потому что от их свойств, от их порядочности изготовления зависит дальнейшая жизнь этой гидроизоляции. Поэтому нужно выбирать проверенного производителя, остерегайтесь подделок. Но я продолжаю. До новых встреч, друзья. Пока.